А здесь мой город и судьба, и сердце на моем садится, чем не вырвать, куда не ехал я, тебе, а здесь, душа, я стремился. На торжественном собрании, посвященном Дню Города, как всегда полный аншлаг. В зале ветераны, почетные жители, работники предприятий и организаций города, чей труд заметен и оценен по заслугам. Традиционно много подарков и теплых слов. Сегодня город Азбест – перспективный город. Сегодня город Азбест гордится своей историей, своими традициями. Но главное – мы гордимся нашими жителями, их достижениями. Ведь Азбест, как мы сегодня видим на выставке, это мы, а мы разные. Мы мужчины, мы женщины, мы талантливые дети, мы активная и перспективная молодежь, мы трудяги на промышленных предприятиях. Я вас всех очень ценю, уважаю, люблю, благодарю за поддержку. Без вас, без всех вас, без всех наших жителей, пусть даже иногда с критическими замечаниями, развитие и вот такое развитие, такие результаты были бы невозможны. Всем здоровья, всем взаимопонимания и, конечно, всем нам мирного неба над головой. С днём рождения Азбест и жителей! История города – это достижение его жителей, которые живут и работают на благо своей малой родины. В день рождения Азбеста доброй традиции стало присвоение звания «Почётный гражданин города» нашим землякам, пользующимся особым уважением населения. В этом году такой чести удостоились четверо горожан. Это директор школы номер 4 Любовь Иванова, врач приёмного отделения городской больницы Геннадий Черков, директор по правовому и корпоративному управлению комбинату «Урал-Азбест» Игорь Пичугин и председатель совета городской организации «Граница» Олег Кожевников. Организация, которая меня выявила, это ветеранская организация по Гран-Голосе. Это одна работа. И она на виду, вы её знаете, вы её видите, потому что мы участвуем во всех мероприятиях городских и прочих. Но я хочу сказать, что есть и другая организация, тоже общественная работа, в которой я уже состою 20 лет. Это микрорайон Заречный. И здесь присутствуют жители микрорайона Заречный. И я горжусь тем, что мы вдохнули жизнь в этот посёлок. Это самое лучшее место для проживания в городе. Почётное звание носят ветераны градообразующих предприятий, врачи, работники культуры, образования, спорта, представители общественности. Это люди с активной жизненной позицией, талантливые, неравнодушные. Все они внесли достойный вклад в развитие нашего города. Дорогие земляки, спасибо за столь высокое звание. Я родился, вырос в этом городе. Мой отец был почётным гражданином. Стараюсь соответствовать. Наш город действительно один из самых лучших городов на земле. Почему? Потому что он уютный, маленький, перспективный. А ещё я хочу сказать, что он очень преображается. И он становится городом, в который хочется возвращаться. Хочется жить. Мы с вами все любим его. И пусть наш город процветает и дальше. Наш город начинался с разработки месторождения хризатил Азбеста в далёком 1885 году. Сегодня Азбест славится своим градообразующим предприятием. Благодаря его работе большая часть населения обеспечены рабочими местами. 135 лет назад началась промышленная разработка месторождения хризатил Азбеста. И в названии нашего города именно этот минерал, именно этот минерал и самое главное души людей, их старания, руки, сердца горячие позволили вырасти такому прекрасному городу. И комбинатор Азбест, весь город построил и не только город, а всю нашу инфраструктуру, детские сады, школы. И сейчас при развитии города всё только развивается и улучшается. Как всегда, стоя и долго зал аплодировал нашим героям, участникам специальной военной операции. Поприветствовать воинов и ветеранов пришли детсадовцы, недавно вступившие в движение юнармии. Всего во время праздника награды различного уровня получили более 30 наших земляков. День рождения города – это особый праздник, когда все его жители – именинники. Да, есть города большие и маленькие, есть города индустриальные и аграрные, есть города-герои и поселки, с которых всё начиналось. А есть любимые города, такие как наш родной Азбест. Расти и становись лучше наш любимый город. С праздником!